Вы смотрите итоговый выпуск программы де-факто о событии и происшествия Гомельской области в материалах наших корреспондентов. В суде началось рассмотрение уголовного отдела о краже сейфа издания транспортной компании, в котором находилось 15 тысяч рублей. Кинул на шею таксиста удавку. В Речевском районе задержан мужчина, совершивший нападение на водителя. Как уберечь свой мобильный телефон от кражи и что делать, если смартфон сохранить не удалось, выясняла наш корреспондент Вероника Гамзюкова. Что ожидает человека, который нашел и присвоил гаджет, и может ли история находки завершиться уголовным делом, поговорим с экспертом студии. Начнем с обзора происшествий за неделю. В суде железнодорожного района города Гомеля приступили к рассмотрению уголовного отдела в отношении лиц, обвиняемых в совершении кражи сейфа из офиса транспортной компании. Напомним, утром 15 ноября прошлого года в милицию обратился менеджер организации пассажирских перевозок и сообщил, что ночью в областном центре из их офиса похитили сейф. Стекло входной двери было разбито, внутри проломлена стена. В сейфе хранилось 26 автомобильных ключей, 3 мобильных телефона, ноутбуки и более 15 тысяч белорусских рублей. Грабителями оказались мужчины 37 и 39 лет, жители Гомельщины. Один из них был неоднократно судим и ранее пытался устроиться в данную фирму водителем. А вот житель Чечерска за свои художества на местных достопримечательностях по решению суда в качестве наказания уже получил полтора года ограничения свободы. 24-летний горожанин в ночь с 28 на 29 октября прошлого года с помощью аэрозольной краски обрисовал стены ратуши районного историко-этнографического музея, ворота городского кладбища и храм преображения Господня. Нашли злоумышленника в течение двух дней. Совершил угон Наспор и теперь снова отправится за решетку. В Мозере только что вышедший из тюрьмы мужчина вновь угнал автомобиль. Компания друзей взяла его на слабой, приятель не дрогнул. Угнал из двора «Жигули» с российскими номерами. В итоге вся компания отправилась в ближайший супермаркет за спиртным. Момент приезда и запечатлила камера наружного наблюдения магазина. По кадрам видно, все под градусом. После высадки пассажиров водитель припаркует машину на стоянке и наедет на бордюрный камень. Очевидцы вызовут милицию. В Добрыжском районе водитель «Ауди» не рассчитал дистанцию и совершил ДТП. 29-летний мужчина на своей иномарке столкнулся с автомобилем «Форд», который двигался в попутном направлении. Итог – обширные механические повреждения у обоих транспортных средств. Причем машина, которую управлял виновник аварии, восстановлению не подлежит. Мужчина не имел прав, так как был лишен их еще в прошлом году за совершение ДТП. Тогда обошлось без травм, а на этот раз водителя «Ауди» забрала скорая. 16-летняя девушка пострадала в Гомеле на пешеходном переходе. 25-летний водитель на «Форде» не пропустил ее, когда школьница шла по зебре. Наезд произошел на улице 8-й Нагородний. Водитель не обратил внимания на остановившееся на левой полосе транспортное средство. Продолжил движение по праву и сбил пешехода. Пострадавшую госпитализировали. ГАИ обращается к водителям с просьбой проявлять на переходах повышенное внимание. Следователи дают правовую оценку действиям пассажира, который напал на таксиста в Речевском районе. Около трех часов ночи в райцентре к водителю подошел мужчина и попросил отвезти его к матери в деревню. Сказал, что по прибытии возьмет у нее деньги и рассчитается. Но обманул. Проехав населенный пункт, водитель остановил машину, а пассажир накинул на него удавку. Однако таксист сумел отбиться. Взял ключ от авто и выбежал из салона. Нападавший потребовала дать ему ключи, но мужчина начал звонить в милицию, чем напугал преступника и обратил его в бегство. Позднее злоумышленника задержали. Его действием сейчас дается правовая оценка. Нетрезвый водитель – это не только злостный нарушитель правил дорожного движения, но и потенциальный убийца на дороге. Количество пьяных за рулем, попавшихся инспектором ГАИ в нашей области за год, просто шокирует около 3300 человек. И ведь статистика отображает только выявленные факты. Государство постоянно ужесточает санкции к нетрезвым водителям. Но, как показывает практика, до стабилизации обстановки еще далеко. Стоит ли рисковать, садясь пьяным за руль, и к чему такие поступки приводят? В следующем сюжете. Октябрьским вечером 2019 года внимание сотрудников ГАИ, патрулирующих город на улице Интернациональной, привлек автомобиль «Форт Мондео», двигавшийся не по прямой траектории. При проверке документов водитель явно нервничал. Выходить из машины отказывался. А затем, и вовсе заблокировав двери, нажал на педаль газа, чем спровоцировал погоню. Экипаж сбавил прыть нарушителя прицельным выстрелом из табельного оружия по заднему колесу. Но даже после того, как машина уже не могла ехать, водитель отказывался выходить. И снова, нажав на педаль газа, едва не наехал на сотрудников погонах. Разбив стекло задней двери, инспекторы задержали нарушителя. Причиной неадекватного поведения 57-летнего жителя Добруша было желание избежать наказания за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Свидетельствование граждан на предмет употребления алкоголя, наркотических средств и состояния опьянения проводится в нашем диспансере в отделении медицинских освидетельствований. Врачом проводится клинический осмотр, клиническое обследование человека. Затем проводится дыхательная проба на содержание алкоголя в прах выдыхаемого воздуха. И при необходимости отбор биологических средств и исследование на содержание алкоголя или наркотических средств. И это является самым объективным способом. И обмануть это не представляется возможным. А свидетельствование жителя Добруша показало наличие 1,6 промилле спирта в парах выдыхаемого воздуха. Буквально в эти дни решается дальнейшая судьба водителя. В четверг началось рассмотрение дела в суде. Сам своей судьбой распорядился и житель деревни Малые Зимовищи Мозырского района. Двигаясь поздно вечером по загородной автодороге, не справился с управлением, съехал в Кювет, где совершил наезд на дерево. В результате 25-летний парень погиб на месте ДТП. При посмертной судебно-медицинской экспертизе в крови у погибшего было обнаружено 3,5 промилле этилового спирта. 3 февраля с 7.30 до 10 утра на территории Гомеля проводились профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. На улице Кожера был остановлен автомобиль «Лада Веста» под управлением 29-летнего водителя. На просьбе сотрудника в ГАИ предъявить в леску удостоверения водитель ответил, что забыл его дома. Проверив по базам, сотрудники выяснили, что данный водитель в июне прошлого года был лишен в леску удостоверения за езду в нетрезвом виде. По рекламу освидетельствования у водителя было выявлено 0,5 промилле алкоголя. По данному факту проводится проверка. Автомобиль все это время будет находиться на охраняемой стоянке. «Лада» практически новая. Одометр на приборной панели показывает пробег 27 тысяч километров. В суде будет решаться вопрос о конфискации авто. В случае, если лесо повторно в течение года задерживается за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, на него распространяется действие норм уголовного законодательства, а именно статья 317 Прим. Уголовного кодекса Республики Беларусь, санкция которой предусматривает различные виды наказания, в том числе исправительные работы, арест, ограничение свободы, либо лишение свободы сроком до двух лет. В качестве обязательного дополнительного наказания предусмотрено лишение права управления всеми видами транспортных средств. В 2019 году у водителей за повторную нетрезвую езду было конфисковано 183 автомобиля. Но, несмотря на даже такие строгие меры, потенциальных убить за рулем меньше не становится. Каждое специальное мероприятие ГАИ не обходится без фактов, связанных с привлечением нетрезвых автомобилистов к ответственности. Больше всего таких нарушений выявляется в праздничные и выходные дни. Чем совершеннее и дороже становятся смартфоны, тем больше на них спрос на подпольном рынке. Иногда и сами белорусы своей беспечностью помогают варам мобильных устройств, например, оставив гаджеты без присмотра. За прошлый год зафиксировано около тысячи краж мобильных телефонов. Это в полтора раза больше, чем в 2018. Как сохранить свои смартфоны и что делать, если уберечь их не удалось? Наш корреспондент Вероника Гамзюкова искала ответы на эти вопросы. Кражи мобильных телефонов. Нечистых на руку граждан прельщают не только дорогие и модные девайсы. Мошенники всех мастей на что только не идут, чтобы завладеть чужим имуществом. Это видео с камеры наблюдения в Мозырском клубе. Нигде не работающий мужчина не учел, что его снимают. Залез в женскую сумочку и похитил телефон, сигареты, банковскую карту и ключи от квартиры. Вернувшись с танцпола к столику, хозяйка сумочки обнаружила ее на столе. Заглянув внутрь, некоторых вещей она не увидела. Посетительница клуба сразу же обратилась в милицию. Мужчину нашли. При этом он даже не стал скрывать факт кражи и предъявил похищенное имущество. Заветная мобилка зачастую становится объектом преступного посягательства прямо на улице. Пострадавшими становятся люди с рассеянным вниманием, либо те, кого отвлекают намеренно. Как правило, специалистов своего ремесла привлекают незастегнутые карманы, открытые сумки, телефоны, оставленные где бы то ни было без надзора. В 2019 году на территории области было совершено более 900 краж мобильных телефонов, что почти в полтора раза больше, чем в 2018. При этом почти 600 краж были совершены в общественных местах. Людям, которые владеют сотовыми, необходимо пользоваться определенными правилами. Первое. Это, конечно же, не оставлять свой мобильник в общественном месте. То бишь, на скамейке или же где-то еще, где вы посещаете бары, рестораны, не забывайте забирать мобильный телефон со стойки. Второе. Это, конечно же, не давать незнакомым людям звонить сотового телефона на улице в общественных местах. И третье. Не носить сотовый телефон в карманах брюк, где-то во внешних карманах рюкзака, сумки, потому что он может стать очень легкой добычей преступника. Если же вы нашли мобильный телефон, обязательно сообщите о находке в милицию. Так вы не только поможете пострадавшей стороне, но и обезопасьте себя от возможных последствий. В случае, если вы нашли сотовый телефон и не предприняли мер, чтобы вернуть владельцу или же передать в органы внутренних дел, то вам может грозить как административная ответственность, так и уголовная, в зависимости от стоимости самого аппарата. Как отмечают специалисты, раньше краденные телефоны перепрошивали и пытались продать. Сейчас производители стали делать гаджеты более защищенными. Например, чтобы взломать защиту айфона, придется выложить не меньше 150 долларов. И это не конец. После перепрошивки телефон запросит пароль к учетной записи, которой воришка не будет знать. И это еще один повод для мошенника обратиться к помощи специализированных мастерских. Сознательные мастера, они просто сообщают в органы, и этим человеком занимаются дальше милиционеры, потому что очень часто они предлагают выкупить этот телефон на запчасти. Ну, как только вы вставите туда сим-карту, его имейн, номер, который является уникальным для каждого телефона. Если телефон находится в списке пропаж, то по этому уникальному номеру имейн, его органы найдут, как только человек вставит туда сим-карту. Инженер по ремонту мобильных телефонов Антон Чемиз воспоминает. Раньше случаи перепрошивки телефона вплоть до имейна были достаточно распространены. Сейчас же достаточно сложно найти того смельчака-мастера, кто решится за это взяться и вступить в конфликт с законом. Из рекомендаций это всегда запоминать свою учетную запись, что касаемо iOS, что касаемо Android-устройств, потому что в моей практике постоянно приходят люди с какими-нибудь проблемами, и после этих проблем, например, нужна перепрошивка телефона, и после прошивки они не знают свою учетную запись и фактически остаются с кирпичом вместо телефона, хотя проделанной работой мастеры уже очень достаточно много. Поэтому это будет полезно как для себя, так и для дальнейшем, если человек потеряет телефон, либо его украдут, ну и для сохранения, опять же, информации. То есть учетные записи нужны для того, чтобы у вас всегда была ваша резервная информация, какие-нибудь фотографии, контакты и прочие данные. И напоследок еще один простой полезный совет. Найти утерянный телефон поможет геолокация, если ее, конечно, включить. Заходите в поисковик, вводите соответствующий запрос и отслеживаете местонахождение вашего телефона. Вероника Гамзюкова, Сергей Лукашук. Специально для программы «Дефакто». Об ответственности за кражу мобильных телефонов, о причинах воровства не только гаджетов, но и персональных данных, а также наиболее распространенных типах хищений прямо сейчас в этой студии поговорим с заместителем начальника управления охраны правопорядка и профилактики УВД Гомельского облсполкома Сергеем Концевенко. Сергей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Какова же статистика хищений мобильных телефонов в Гомельской области? Можно ли говорить, что наблюдается рост по этой проблематике? Всего у нас в области зарегистрировано 5260 краж. А телефонов, из них телефонов 926. Сразу предугадаю ваш вопрос. Раскрываемость данных краж составляет порядка 40%. Ну, это достаточно неплохо, потому что отыскать человека, который украл мобильный телефон, тоже не так-то просто, хотя возможности сегодня для этого есть. Какие, если не секрет, вот расскажите. Возможности как технического характера, так и путем оперативно-развестных мероприятий. Устанавливается лицо, либо нахождение, местонахождение гаджета. Как может защитить свое мобильное устройство сегодня человек, который, ну, купил себе дорогой телефон, вот о каких правилах он не должен забывать? Основной причиной краж телефонов и гаджетов является, основная причина, это беспечность владельца. Оставляют их граждане в общественном транспорте, на прилавках магазинов, в барных стойках. В редких случаях это какой-то характер носит, который целенаправленно кто-то у кого-то этот телефон забрал. Сергей Владимирович, вот есть две ситуации. Человек, допустим, нашел мобильный телефон в общественном месте, да, и нашел этот мобильный телефон, ну, скажем так, в малолюдном месте, например, там где-нибудь у водоема, ну и положил его в карман, скажем так, присвоил. Вот виды ответственности для таких ситуаций все-таки разные, либо все можно подвести к уголовной ответственности? В любом случае я рекомендую гражданам данный гаджет сдать в милицию, оформить его как найденную вещь. Потому что не исключено, что окажется, что данная вещь будет похищена, считаться. Любой смартфон сегодня можно сравнить с паспортом. В нем содержится вся информация о владелице и даже больше, например, сведения о его счетах и банковских картах. Поэтому вопрос внимательного отношения к устройству так же важен, как и правила обращения с важными документами. Как уберечь свой телефон от кражи, мы поинтересовались у гомельчан. Быть более внимательным. А что именно? Ну, что мой внук ехал и в троллейбусе утащили телефон. И все. Не покупать слишком дорогие. Я всегда его просто ношу с собой, нигде не оставляю, а стараюсь. Даже если, допустим, где-то оставлю, у меня всегда стоят пароли, поэтому я думаю, что, может быть, даже не знаю. Он никому не пригодится? Ну, думаю, что да. Ну, не давать. То есть никому в руки, Настя, вам, пожалуйста, позвонить никому. Ну, собственно, такая тема. Существует биллинговая система, которая может определить, где находится данный телефон в настоящее время. Нужно только желание сделать запрос в органы, которые имеют доступ к такой информации. И можно тут же определить, где находится этот телефон. Начнем с того, что вообще, как бы, эти случаи меньше стало, потому что смартфоны сейчас умные. Как бы, есть GPS. Их отследить достаточно просто. Если и случаются, то их, скорее всего, на запчасти разберут. Так что, ну, как-то защитить это, просто следить за ними, не оставлять нигде без присмотра и все такое. Вот такие мнения, кто-то говорит, внимательно относится, кто-то рассчитывает на биллинговую систему и GPS. Каково ваш мнение? Радует тот факт, что граждане наши знают, что надо делать. Осведомлены. Да. Действительно, есть множество программ, которые через приложение устанавливаются с смартфоны, с помощью которых можно установить местонахождение телефона. Но, опять-таки, это если он активирован, если он в рабочем состоянии, и, как сказали, граждане разобран на запчасти. Все ли средства имеются сегодня у правоохранительных органов, чтобы, ну, выполнить такой поиск? У нас есть необходимые средства для того, чтобы установить местонахождение телефона. И, опять-таки, я скажу, что если он не разобран на запчасти, либо не перепрошита система, либо он находится где-то за границей. Ну, вот из сюжета мы видели, что сегодня даже мастера по ремонту мобильных телефонов, в случае, если видят, что клиент подразрительный, где-то телефон нашел, сообщают об этих фактах в правоохранительные органы. Поэтому, наверное, тут стоит подумать дважды, тем, кто рассчитывает на какую-то выгоду личную, сдавать телефон такой, не сдавать. А лучше сдать медицинскую. Абсолютно не рекомендую сдавать найденные телефоны, либо вообще за него брать чужой телефон и без его ведомства человека. Это всегда влечет за собой какую-то ответственность. Не реже, чем кражи мобильных телефонов, сегодня встречаются еще и кражи с мобильных телефонов. То есть, посредством приложений злоумышленники узнают ценную информацию и совершают кражи с банковских счетов, например, владельцев. Вот что вы посоветуете в связи с этим нашим телезрителям? В последнее время участились случаи, когда у оператора, допустим, Велком, бывший, а сейчас А1, у него есть так называемый кредит 100-рублевый. Устанавливается через приложение, телефон, соответствующая программа, и можно посуществлять покупки, брать, оплачивать какие-то услуги и так далее. И в данный момент используют правонарушители. То есть берут под предлогом, благовидным предлогом у людей телефон и устанавливая, а это очень мало времени занимает, устанавливая это приложение, осуществляют хищение средств. А потом человек, владелец этого телефона, сталкивается с тем, что ему приходится оплачивать несуществующие, неосуществляемые им покупки. У краж есть такой фактор, как сезонность. Летом чаще ворот велосипеды, зимой это, наверное, дачная кража, когда еще люди не приехали весной на свои участки и не увидели, что там произошло. Как защитить свое дачное имущество? Какие будут советы? В первую очередь, это техукрепленность. В первую очередь, техукрепленность. Это решетки, хорошие двери. Надежные замки и двери. Как показывает практика, когда задерживаем дачного вора, он основная, как он спрашивает, как ты определял, в какую ты дачу полезешь? Он говорил, вот те, которые не оборудованы решетками. Самый простой доступ. Ну и, наверное же, охранная сигнализация. Есть у нас, да, GSM-повещатели. То есть, опять-таки, при проникновении на дачу владельцу приходит сообщение на сотовый телефон, что на его владение проникли. Соответственно, уже он будет реагировать не через два месяца, а несколько быстрее. Сразу же. Звонком в милицию это решается гораздо быстрее. И правоохранителям проще найти таких преступников. Совершенно верно. Самый-таки, можно еще поставить бюджетный способ, это тот самый фонарик, который работает детектора движения. То же самое, когда преступник залез, включается свет. Это может и сосед увидеть, что сработал. Кстати, наверное, достаточно эффективно. Испугнуть самого нарушителя. Отпугивает нарушителя. Какую технику выносят воры и что спрятать на зимний период подальше? Значит, в данном случае воры берут все, что попадется под руку. Начиная от продуктов питания, заканчивая аудио, видео. И холодильник могут вынести? Вы знаете, выносят даже, бывает, и чугунные ванны. То есть здесь, в данном случае, я говорю, фактор того, что мало посещаемая территория в этот период времени, соответственно, времени достаточного преступника. Привлекает воров сегодня и беспечность автовладельцев. Особенно люди, которые паркуют свои автомобили где-нибудь в темных закоулках, да, и оставляют при этом ценные вещи. Вот какова здесь ситуация? Много ли этих краж? Волнует ли она сегодня правоохранителей? Ну, я вам скажу, что количество этих краж не уменьшается, назовем так. О росте говорить еще не стоит, но оно имеет место, данные кражи, и значительное количество в доле общих краж. Я скажу так, что основным предметом это автомагнитолы, это видеорегистраторы. Мобильные телефоны, вот тут. Все, что оставляет, да, все, что оставляет владелец дорогой, дорогие вещи в машине, все, естественно, будет оттуда. Если туда все-таки преступник залез, это все будет изъято. Часто попадаются россияне, мне кажется, вот на этих историях, приезжают к нам в страну и думают, ну, тут все должно быть безопасно, это Белоруссия, даже ключи оставляют в автомобилях. Вот пример, скажем так, недавний случай в Мозере, когда бывший осужденный просто проверил, закрыта дверь или нет, зашел в машину и угнал ее вместе со своими друзьями. Ну, это всего лишь только как один из примеров. Дело в том, что тут говорить, что это россияне, что это белорусы, не стоит. В любом случае, должна быть внимательность. Каждый человек должен обеспечить какой-то уровень хотя бы безопасности себе в этом плане. Сергей Владимирович, я благодарю вас за конструктивный и полезный разговор. Спасибо. О том, как не привлекать внимание вора и не пострадать от кражи, в студии программы «Де-факто» мы говорили с заместителем начальника управления охраны правопорядка и профилактики УВД Гомельского обл. сполкома Сергеем Концевенко. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец», подборка происшествий, которые попали в объективы камер дорожного наблюдения, видеорегистраторов и мобильных телефонов людей со всего мира. В Катаре на автозаправочной станции едва не сгорели водитель и служащий бензоколонки. Инцидент зафиксировала камера наружного наблюдения. Работник автозаправки вставил в бензобак подъехавшей легковушке пистолет и начал заливать бензин. Разговорился с водителем, как вдруг произошел хлопок. Пары топлива воспламенились, часть огненной смеси попала на водителя, но тот быстро переместился на соседнее сидение. Пожар удалось потушить, однако мужчины получили ожоги и обратились за медицинской помощью. А это инцидент в Башкирии. Посмотрите, что стало с автомобилем «Рено Логан» после заправки газом. Его разорвало, как картонную петарду после взрыва. Водитель пошел к кассе, чтобы внести плату за газ, и произошел хлопок. В багажнике машины взорвался газовый баллон. Повезло, что в салоне не было пассажиров. Водитель тоже чудом избежал гибели. Шансы выжить были бы ничтожно малы, случись ему оказаться в тот момент возле своей машины. Никто из клиентов заправки не пострадал. Вот что может случиться, если отвлечься за рулем. Водитель фуры в Гондурасе заехал на разделительную полосу и едва не протаранил легковушку. Напугал пешеходов и опрокинувшимся поперек проезжей части прицепом перекрыл движение. Водитель в больнице, а это видео местная полиция демонстрирует в качестве полезной шокотерапии. Гонки – дело для лихачей-смельчаков. И не только потому, что нужно не бояться скорости, это невероятно опасно. Авария в Баттерсте, Новый Южный Уэльс – хороший тому пример. На повороте дороги пилот зашел в неуправляемый занос, и его болид стал валить ограждение. Машина сильно пострадала, водителю понадобилась помощь. А на автогонке в Австралии темп пилотам спортивных машин задала пара «Кенгуру». Она гордо возглавила шеренгу гоночных автомобилей. Ни один из пилотов не решился обогнать животных, пока те самостоятельно не покинули трассу. Гонщики даже не опережали друг друга, показав командную солидарность и наивысший уровень культуры спортивного поведения в чрезвычайных обстоятельствах. Что тут скажешь? «Кенгуру» в Австралии рулит. Двери легко перепутать с перегородкой, если и то, и другое выполнено из стекла. Этот офисный работник был явно неосмотрителен и лбом пробил остекленный фасад в холле. Судя по часу суток, было обеденное время. Сложно сказать, сохранился ли у мужчины после этого аппетит. Ловкость рук и никакого мошенничества. Эти азиатки отточили навыки воровства до совершенства. Посмотрите, как ловко одна из них, находясь в магазине, прячет понравившуюся вещь под сарафан. Хочется спросить, как она там после этого держится. Но, видимо, такие тонкости воровской профессии хранятся в строжайшем секрете, который сейчас женщины должны будут рассказать правоохранителям. На сегодня это вся информация выпуска. Слите за событиями и происшествиями Гомельского региона вместе с Де Факто. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова